Привет! С вами я, Владимир Пуликов. Это плей-офф. Вы узнаете о самых ярких событиях спортивной жизни нашего региона. Мы знаем все о спорте в Красноярском крае. Сегодня в программе. Что показал смотр юных футбольных дарований? Мама, папа, я – спортивная семья. В Красноярске прошли семейные старты. Красноярские скейтеры второй раз приняли участие в этапе Чемпионата мира по скейтбордингу. Самый популярный в мире вид спорта – это футбол. Мечта каждого мальчишки всерьез увлекающегося футболом – попасть в сборную России и показать тысячам болельщиков, что такое настоящая игра. Всероссийский турнир «Кожаный мяч» помогает выявлять юные дарования. Федор Черенков, Олег Блохин, Игорь Колыванов, Сергей Родионов, Олег Романцев – многие звезды российского футбола прошли через этот турнир. О том, как показали себя молодые футболисты центральной группы районов Красноярского края, расскажет наш корреспондент. На поле стадиона «Юность» сошлись помериться силами 10 футбольных команд центральной группы районов. Команды Емельяновского, Тосеевского, Курагинского и других районов боролись за первое место в турнире «Кожаный мяч». Лидеры уже определились, играют две команды. Это команда Курагинского района и Багучанского района. Сейчас победитель определится и будет играть за первое место. Вадим Субич, тренер сборной Курагинского района, своими подопечными гордится. Помнит их первоклассниками, когда они впервые пришли к нему на занятия. Сейчас им всем по 16 лет. Считает, что главное для достижения победы в футболе – это любовь к спорту. У ребят другое мнение. Футболисты имеют привычку не пувить, выносливость, скорость, вести здоровую жизнь. С командой сыгрываться надо. Турнир «Кожаный мяч» проводится уже более 40 лет. По всей стране проходят соревнования между дворовыми командами по мини-футболу. Турнир – это отличная возможность для молодых ребят продемонстрировать мастерство владения мячом. В первую очередь футбол – это командная игра, а значит побеждает самый сплоченный коллектив. В этом турнире победа досталась сборной Курагинского района. Второе место у футболистов из поселка Иланский. А замыкает тройку призеров – команда Тосеевского района. Поздравляем! Будем следить за успехами, ребят! Смотри, плей-офф будет в форме!